В этом году овощной фабрике «Росинка» города Билибина исполняется 35 лет. Единственное в своем роде предприятие на Чукотке выращивает огурцы, томаты и зелень круглогодично, обеспечивая свежими овощами жителей Заполярья. О том, как сегодня работает овощная фабрика, расскажет наш корреспондент Никита Березняков. В Заполярном Билибина нет выхода к морю. Стратегический груз доставляют сюда авиатранспортом или позимником, сезонным трассам. В этой связи цены на продукты питания здесь заметно выше, чем в других районах Чукотки. Свежие овощи и фрукты в нашем округе стоят очень дорого. Билибина нашли выход из ситуации. И вот уже на протяжении нескольких десятилетий в городе Атомщиков выращивают свои огурцы, помидоры, перцы и прочую зелень. Билибина, где зимой температуры опускаются ниже 50 градусов и очень короткий световой день, местные агрономы трепетно ухаживают за молодой культурой. Скажите, а что вы сейчас поливаете? Капусту пекинскую. Пекинская капуста? Да. Пекинская капуста – это лишь сопутствующая культура для огурца и томата, впрочем, как и другая зелень. Главное, чтобы не пересох и не залить. Часто поливать надо? Да нет, по мере, смотрим, высыхание, как оно уже будет. Вот такой вот у нас лучок. Видите, красивый. Уникальное предприятие – первое тепличное хозяйство на Чукотке. Заполярная Росинка в этом году отмечает свой юбилей – 35-летие. С недавнего времени фабрика перешла на круглогодичный режим работы и обеспечивает город свежими овощами все четыре сезона. В апреле было 10 лет. Как здесь работаете, да? Да. Вот у нас более выбор такой стал широкий. Вот. Теплица у нас стала совершеннее. Тоже было стекло, а сейчас… А сейчас поликарбонат на крыше, более мощные лампы и широкий ассортимент по более низкой цене, в отличие от привезенной с большой земли. Огурцы, помидоры, капуста, лук, перец, тонны урожая с гектаров плантации. За всем этим ухаживает порядка 50 человек. Только в этом году муниципальному предприятию удалось собрать 8700 килограммов экологически чистой чукотской продукции. Из них 62 тонны огурцов, 22,7 помидор, ну и остальное – зелень. Используем мы свои этичные сорта. Они достаточно хорошо у нас себя показали и очень вкусные. 87 тонн – цифра неконечная. Итоги подводить рано. Да и это не максимум. Если вывести теплицу на полную мощность, то местной продукцией можно обеспечить значительную часть округа. Мы находимся в теплице номер 3 предприятия «Росинка». Несмотря на то, что за окном минусовая температура, ноябрь месяц здесь продолжается работа. Уже к Новому году здесь будет собран первый урожай огурцов. Сейчас главная задача предприятия – повысить урожайность и минимизировать затраты на электроэнергию и тепло. Эта статья расходов основная. Окружной бюджет нам помогает. Так как у нас нет задолженности по налогам перед государством, мы участвуем в конкурсе, в отборе. И мы получаем субсидию на компенсацию очень хорошей части тепла и электроэнергии. Переоборудование теплиц и федеральные льготы по оплате электроэнергии предприятиям Дальнего Востока позволили «Росинки» выйти на новый уровень производства. Билибинские огурцы и помидоры отправляют в пивек, а также к горнякам соседнего рудника и в столовую атомной станции. В числе потребителей и детские учреждения. Никита Березняков, Александр Кузьминов. При поддержке Билибинской студии телевидения. Продолжение следует...